Шалом! Вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Переживший Холокост. 91-летний еврей Андор Стерн отпраздновал свою вторую бар-мицву. Еврейская культура. В пространстве куб дизайн завода «Флакон» прошел масштабный фестиваль иврита. Дороги русского солдата. В Калининграде установили стенд в честь павших солдат и офицеров в Первой мировой войне. Израиль возвращается к мирной жизни. Минувшей ночью Цахал совершил антитеррористическую операцию «Черный пояс», нанеся массированный удар по анклаву, разрушив много объектов инфраструктуры и уничтожив более 20 боевиков исламского джихада. В течение нескольких часов после этих действий главарь террористической организации «Зиат Аннахла» согласился немедленно прекратить огонь, при условии, если Цахал не будет проводить операции в Газе, Иудее и Самарии, и стрелять по демонстрантам на маршах возвращения. На сегодняшний день известно о 32 погибших и 77 раненых израильтянах. Службы тыла опасаются новых обстрелов со стороны террористов, поэтому в 40-километровой зоне от Газы продолжает действовать особое положение. Единственный переживший холокост бразилец отметил Бармитсво. Андорру Стерну исполнился 91 год. Свой праздник он провел в самой старой синагоге Сан-Паулу. Пожилой еврей признался, что до сих пор испытывает на себе антисемитизм. Его дом несколько раз взламывали и грабили. Однако призраки воспоминаний о Холокосте его больше не беспокоят. Андорр Стерн живет в окружении большого количества детей и, несмотря ни на что, считает себя счастливым человеком. Татуировка с номером стала для него символом силы. В выходные дни будут закрыты туристические маршруты в Иудейской пустыне из-за угрозы наводнения на фоне ожидаемых дождей. Не исключается и прекращение работы других маршрутов на востоке страны. Внезапные сильные ливни уже не раз приводили к трагедии. В апреле этого года в долине Арава наводнение настигло группу учащихся курсов предармейской подготовки «Бней ЦИОН». Спасательная операция длилась 10 часов. Были привлечены бойцы спецподразделений, военные вертолеты и добровольцы. Половине подростков удалось подняться на возвышенность, других унесло потоком дождевой воды. 10 человек погибли. В честь 101 года со дня окончания Первой мировой войны в Калининграде установили стенд в честь павших солдат и офицеров в рамках проекта «Дороги русского солдата», который разработал Балтийский федеральный университет имени Канта. На церемонии присутствовали лидеры духовенства, представители администрации, волонтеры и школьники. Наш корреспондент расскажет подробнее. Пока еврейские солдаты уходили на фронт, в российских синагогах молились за победу Антаты. В 1914 году в армии насчитывалось 400 тысяч евреев. Погибли и были ранены десятки тысяч. То, что объединяло их в тот момент, это необходимо защищать свою страну, жертвовать самым дорогим, что есть у человека, то есть своей жизнью. Школьники, студенты, юнормейцы и солдаты установили в поселке Майском стенд в память об Александре Абрамовиче Веленкине. В 1914 году российский офицер-еврей руководил здесь разведывательной операцией, за которую получил георгиевские кресты всех степеней. Его расстреляли по приказу Всероссийской комиссии по борьбе с контрреволюцией. Александр Веленкин являлся человеком из обеспеченной семьи, из семьи, облеченной властью. Но как только появилась возможность послужить своей стране, он прибыл в эти места и, можно сказать, под пулями, под снарядами, на чужой земле он совершил подвиг. Недалеко от Майского расположился поселок Луговое, бывший Бильдервайчин, где во время боя 17 ноября 1914 года погибли 144 солдата из 115-го пехотного Вяземского полка. Только 122 человека опознанные, их имена внесли на памятный стенд дороги русского солдата. В братской могиле лежат солдаты разного вероисповедания. 23 люди ранено, 10 католиков, 6 иудеев, 6 мусульман, православный и один язычник. Они все прошли дорогами русского солдата и погибли героями во имя будущих поколений. Самый масштабный фестиваль «Иврита» прошел в пространстве Куб дизайн завода «Флакон». Организатор мероприятия «Культурный центр «Натив»» подготовил разнообразную программу для детей и взрослых. Обо всем подробнее узнаете в нашем следующем сюжете. Архитектура, наука, современное и классическое искусство, музыка, кино, литература, гастрономия. Можно ли объединить всю многогранную израильскую культуру и за один день узнать о ней все самое важное и интересное? Нет ничего невозможного, ответил центр «Натив» и организовал второй масштабный фестиваль «Иврита». Мы бы хотели, чтобы они ушли с хотя бы пять новых слов на «Иврите». Для некоторых из них они, наверное, будут первыми новыми словами. Мы бы очень хотели, чтобы они потом приходили и изучали у нас «Иврит» в Израильском культурном центре. Мы бы очень хотели, чтобы они ушли и подумали, вау, я сегодня впервые услышал музыку на «Иврите». Я сегодня впервые понял, что такое «Иврит», что такое возрожденный язык. На каждом из трех этажей дизайн завода «Флакон» царила своя атмосфера. Параллельно с образовательными викторинами или выступлениями артистов проходили лекции или мастер-классы. На открытых уроках по истории показали короткометражное израильское кино и рассказали много интересных фактов о Тель-Авиве. И вот здесь вот стоит культура Хабалим рабочего. Вот так вот это здание выглядело внутри. И оно очень любится. Фанаты «Гринписа» попробовали сделать нелегкий выбор между загрязнением природы пластиковыми пакетами и вырубкой леса для изготовления пакетов бумажных. Но по-настоящему яблоку негде было упасть на занятиях по изучению еврейского языка. Было интересно достаточно. В том числе лекция про «Иврит», его структуру и обозначение. У Юлии Мигилевской муж работает переводчиком с «Иврита». Она и дочка Белла стараются от него не отставать. Это несложный язык, и поэтому, я думаю, нужны такие фестивали, чтобы люди смотрели на тех, кто уже достиг довольно высокого уровня и поняли, что это возможно. Ладно начать. Меня попросили сегодня петь только на «Иврите», потому что это фестиваль «Иврита». На мой взгляд, это очень интересное такое мероприятие, которое способствует все-таки тому, чтобы евреи изучали свой родной язык. И, конечно, я подготовила интересную программу из самых таких известных, популярных хитов именно израильской эстрады. Лучший способ овладеть языком – музыка. Целое поколение выучило английский по песням «Битлз». Проводником в мир еврейской словесности для начинающих стала Алла Рид. Ещё одним музыкальным сюрпризом стало шоу барабанщиков в стиле стомп. Кухня играет большую роль в культуре многих народов. Разнообразие израильских блюд можно перечислять бесконечно. Ведущая авторских гастрономических мастер-классов Елизавета Фраймонд поделилась секретами приготовления сабих. Чтобы кумус у вас получился как сметана, как в магазине, вы сливаете горячую воду от кумуса, оставляете, а готовый нут сливаете, заливаете холодной водой и начинаете делать его полоскание, чтобы чешуйки, вот тут вот чешуйки, видите, чтобы они отошли. Приготовление национальных блюд – это целое искусство. Со стороны кажется, что всё довольно просто. Почистить, порезать, поперчить, посолить и, конечно, вложить во всю эту душу. А на кулинарном мастер-классе учили всё это делать не только качественно, но и красиво. Фестиваль подарил яркие впечатления, новые знания, много положительных эмоций. И если хоть несколько человек после него примут решение о возвращении на святую землю, значит, всё было не зря. В этот понедельник, 18 ноября, в общинном центре в Сокольниках состоится ежегодное вручение премии Вайнштейна. На торжественной церемонии будут награждаться люди, заслужившие звание Человека Года в горско-еврейской общине. Это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи.